Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео я расскажу свое видение вопроса, какую консоль купить в 2021 году. Несмотря на то, что подобные видео уже снимали и эту тему мусолит каждый год, все равно меня задалблют под видосами и на стримах с этими же вопросами. На самом деле считаю, что это норма, поскольку с течением времени стратегии кампании меняются, какие-то заявления попросту исчезают и взгляд на консольную тематику изменяется. И возможно для многих этот вопрос становится уже не такой очевидный. В общем, сегодня я ржаю вам эту тему и объясню, что, как и почему. Перед началом видеоролика, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал и забирай промокод на Кинопоиск HD, при помощи которого тебе дадут целых 3 месяца бесплатного пользования данной подписки. Там ты найдешь кучу фильмов, сериалов, мультиков, как и новых, так и старых, ну а еще тебе дадут множество кэшбэков на сервисы Яндекс. Поэтому, если в прошлый раз еще не взял, бери в этот, смотри 3 месяца бесплатно, то, что тебе нравится, и если что, ссылочку на активацию я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. 2021 год это тот год, когда уже существует NextGen консоли. Года два ранее выбор мог бы быть и очевиден, и скорее всего бы многие говорили бы, берите NextGen, только NextGen. Я в то время был такого же мнения, но исходя из новостей и тенденций, которые происходят в консольном мире при условии не таких больших зарплат, хочу сказать, что не так все очевидно. В данном видосе мы затронем такие консоли, как Xbox и PlayStation. Ссори, что Nintendo я не беру, поскольку я ей не особо пользовался, да и считаю, что у нее немножко другое направление, нежели у консоли помощнее. Начнем, пожалуй, с PlayStation. Несмотря на то, что мой контент специализирован больше на коробке, на плойку я могу смотреть адекватно и объективно, поэтому не переживайте за это. Мне в свое время довелось попользоваться как и плойкой 4, так и плойкой 5. В данном случае на сегодняшний день у вас есть выбор между PlayStation 4 FAT, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5 и PlayStation 5 без дисковода. Самое смешное в этой ситуации, что данных консолей практически не найти, поскольку в официальных магазинах их попросту нет или они появляются очень и очень редко. И один из вариантов это покупка с рук, но тут я вам рекомендую не бояться, просто хорошо проверить консоль и не париться в принципе, поскольку новые консоли тоже могут ломаться. Итак, начнем с PlayStation 4, а именно PlayStation 4 FAT, PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro. Все эти консоли это консоли восьмого поколения, которые славятся своими эксклюзивными проектами. Ну согласитесь, действительно сложно не признать, что во время PlayStation 4 вышли поистине красивые проекты, которые красивыми остаются по сей день. И в принципе из-за них многие и гонятся за этой консолью. Я считаю, что это отличная консоль для экзов, но она немножко устарела, поскольку есть новое поколение и это не PlayStation 4 Pro. Pro версия отличается от версии FAT и Slim лишь тем, что может выдать картинку в более лучшем разрешении, показать большее количество кадров и естественно ценой. Если простым языком, то прошка она мощнее, производительнее и из-за этого картинка будет чуть четче и в некоторых играх еще немножко плавнее. То есть как ни крути, возьмете вы там FAT версию Slim или Pro, вы возьмете PlayStation 4. И это важно понимать, поскольку консоли делятся по поколениям, которые чаще всего разделяются на игры. Так как вышел PlayStation 5, на PlayStation 4 не вышли такие игры как Demon's Souls, Ratchet & Clank и еще парочку Next Gen проектов. Я считаю, что это нужно брать во внимание, поскольку многие хотели бы поиграть в эти игры, но на плойке 4 у них это сделать просто не получится. Но! Список таких игр он ограничен и по последним официальным заявлениям, Sony поменяла свою стратегию Next Gen, о которой заявляла в самом начале. Если что, несмотря на те Next Gen игры, которые не вышли на плойку 4, знайте, следующая часть Horizon, Grand Tourism и даже новый Good of War, Ragnarok который, выйдут и на PlayStation 4. Поэтому если вдруг у вас есть эта консоль или у вас нету много денег на PlayStation 5, то я наверное вам посоветую рассмотреть вариант остаться на 8 поколении или его приобрести. Но сделать я вам это советую в двух случаях, если у вас немного денег и вам не хватает на PlayStation 5 и та самая производительность в старых консолях вас полностью устраивает. Такая ситуация происходит из-за того, что на данный момент в Next Gen по сути смысла нет и он в данный момент стоит дороже, чем планировался. Поскольку дефицит, поскольку перекупы и знаете, лично я не стал бы переплачивать, пока у меня есть возможность поиграть в те новые игры, которые я хочу. Если же производительность вас не устраивает и вы хотели бы поиграть в более лучшем качестве, почувствовать более быструю загрузку, попробовать новый Next Gen геймпад с более крутой вибрацией, а самое главное купить консоль поновее и пожалуй самое главное, которое проживет у вас в консольном поколении намного дольше, то рассмотрите все-таки PlayStation 5. Если что, у нее есть две версии и единственное, что их отличает, это по сути отсутствие или наличие дисковода. Ну и естественно цена. Но тут смотрите сами, если вы хотите юзать рынок б.у. игр, что в принципе скорее всего, ибо игры стоят около 5000, а то и больше, то лучше переплатить за дисковод. Если же нет, то можете сэкономить и купить без дисковода. Все в принципе здесь легко и просто. Если же Apple S4 вы уже более-менее знаете с прошлых видосов, то плойки 5 я вам немножко расскажу. Если что, у нее есть новый геймпад, он получился реально с каплей Next Gen, ибо обладает крутой вибрацией и адаптивными курками, реально дарит чувство чего-то нового. Помимо еще большей производительности, консоль имеет обратную совместимость и большую часть игр она без проблем может запустить от той же PlayStation 4. Подписки, если что, те же самые, но на плойке 5 подписка PlayStation Plus для онлайна обладает неким бонусом, который дает возможность поиграть в игры PlayStation Collection по сути даром. Да, эту подписку можно сделать и на PlayStation 4, но для этого все равно нужна будет PlayStation 5, ну хотя бы у вашего знакомого. Плюс у плойки 5 пока есть и скорее всего еще будут проекты, которые будут выходить только на нее. Теперь перейдем к Xbox, тут ситуация практически такая же. Консоль Xbox One FAT, Xbox One S и Xbox One X это консоли восьмого поколения. Тоже те же самые игры, возможности и в случае с более мощной консолью вместо Pro есть Xbox One X, которая также показывает большую производительность в играх, вплоть до настоящего 4К разрешения и соответственно она стоит дороже. Плюс у всех Xbox One есть обратная совместимость, которая позволяет запускать игры с Xbox 360 и с Xbox Original. Ну и самое, пожалуй, главное, что есть у Xbox, это офигенное предложение в виде подписки Game Pass, в котором за реально очень вкусные цены вам дают больше чем 100 игр. Если начать эти консоли сравнить с новым поколением, а именно с Xbox Series, у многих может возникнуть путаница выборя. Чтобы ее не было, я вам расскажу сразу отличия двух версий Xbox Series и, если что, Xbox Series S и Xbox Series X это уже next-gen консоли девятого поколения. Это тоже очень важно знать. Несмотря на то, что Xbox тоже в дефиците, его купить проще, чем PlayStation 5. И я вам в этом случае советую смотреть информацию на Е-каталог. Там указана полная информация о характеристиках консоли, очень удобно показаны выгодные предложения, можете глянуть отзывы других ребят, которые купили эту консоль, если вы вдруг сомневаетесь. Можно посмотреть изменения цен, что очень важно в наше время. Ну а также сравнить консоли по параметрам, чтобы подобрать для себя самый подходящий вариант. Помимо этого, здесь есть еще игровые статьи. На самом деле, вы можете здесь найти не только консоли, а еще и телефоны и прочие электронные гаджеты. Поэтому, если вы собираетесь выбирать консоль, то советую смотреть информацию на Е-каталог. Если что, ссылочку оставлю в описании. Итак, о сравнении. Xbox Series X это более мощная консоль, она ориентирована на 4К разрешения, у нее на борту 1 терабайт памяти и есть дисковод. Также есть и Xbox Series S, которая стоит намного дешевле, но она менее мощная, ориентирована в большей степени для 1080p, не имеет дисковода и на борту 500 гигабайт памяти. Если же простым языком объяснять, то Xbox Series X это аналог Xbox One X, а Xbox Series S это аналог Xbox One Fat и Xbox One S. Беря во внимание в этом случае Xbox One X, многие могут подумать, что Xbox Series S это обрубок слабее, чем One X, но это далеко не так. Несмотря на то, что Xbox Series S покажет игру в меньшем разрешении, чем One X, во многих играх она обойдет тот же One X в количестве кадров и самое, пожалуй, главное, несмотря на железо, Xbox Series S актуальнее и проживет намного дольше, чем Xbox One X и без проблем запустит новый некс-ген игры. Поэтому, если вы вдруг хотели купить Xbox One X, опираясь на его 6 трафлопс, поскольку они якобы мощные, лучше этого не делать. Ибо вы переплатите больше, чем Xbox Series S, может быть заплатите столько же, но получите, по сути, продукт постарее. И в этом случае я вам не советую гнаться за пикселями, гонитесь лучше за актуальностью. По сравнению со старым поколением, у Xbox Series разница лишь в мощности, в скорости загрузки и, пожалуй, в обратной совместимости. То есть, Xbox Series может запустить игры не только от Xbox 360 и Xbox Original, но и еще от Xbox One. Подписки все те же, геймпады подходят абсолютно любые, хоть от Xbox One, хоть от Xbox Series. Кстати, у консоли Xbox аксессуары обратно совместимые. Еще одно, на что нужно обратить внимание, это то, что новые анонсированные на X-ген проекты, такие как Fable, Hellblade 2, новые For The Motorsport, Perfect Dark и так далее, не были анонсированы на Xbox One. Возможно, их последует та же участь, что и игры для PlayStation 5, но пока информации по этому поводу нет. Поэтому, если вы пропустили все восьмое поколение, вы не гонитесь за актуальностью, за новыми играми, и вам пофиг на производительность в играх, можете смело брать старое поколение PlayStation 4 или Xbox One. Там реально сейчас большой список игр и хватит вам его надолго. Если вы хотите купить консоль на более долгую перспективу, то лучше, наверное, брать консоли поновее, а именно Xbox Series и PlayStation 5. Если же сравнить, а что лучше, плойка или Xbox, то тут выбор каждого. На мой взгляд, если вам нужно больше экономии, чтобы дешевле поиграть в игры, подешевле приобрести консоль, то тут однозначно выбор за Xbox. Ибо его предложение в виде подписки Xbox Game Pass или Xbox Game Pass Ultimate реально очень выгодное. И при помощи него вы сможете поиграть в большой список как из старых, так и новых игр. Плюс, повторяю, что список игр постоянно обновляется, и это выходит намного выгоднее, нежели вы покупали бы каждую игру отдельно. Насчет PlayStation, тут у меня мнение, что она нужна при условии, если вы очень хотите играть в ее эксклюзивы. Да, я понимаю, что некоторые из них спустя долгое время сольют на ПК, но на плойке вы поиграете в них в свое время намного раньше и не будете думать о железе. То есть, если вы без Uncharted, до бога войны и тому подобных игр не видите смысла в консоли, то тут однозначно нужно брать плойку и не париться. Поэтому, самое главное, знайте, что вам нужно и берите то, что вам больше по душе. Я очень надеюсь, что для кого-то я прояснил ситуацию, очень надеюсь, что вопросов по этому поводу будет меньше, по крайней мере, до следующего года. Ну, а если вопросы остались, то пишите их в комментарии, пишите свое мнение, либо я, либо люди, которые имеют консоль, вам ответят и подскажут. На этом все, если видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте писать свое мнение в комментариях, и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. До новых встреч.